Друзья, перед началом этого интервью хочется выразить респект нашим друзьям из Gorilla Energy. Даже сейчас они поддерживают ММА, Вестник ММА в частности. Спасибо им огромное. Без них бы нам было очень сложно ездить на турниры. Слева от меня стоит Санжар Адилов, только что в очень драматичном кровавом бою. Он одержал победу. Поздравляю тебя. Расскажи, какие эмоции, что сейчас думаешь? Эмоции, конечно, зашкаливают. Я почти два года не дрался, не выступал. Сейчас такое ощущение. Продышался по воле Всевышнего. Аль-Хамду-Лля, выиграл бой. Расскажи по поводу травмы. Тебя заклеили, и ты довольно-таки большое время провел сейчас у врачей. Да, вот в первом раунде начали со стойки. Поработали две минуты стойки. Потом я его перевел, начал добивать. Показывал активность. И тут пошла неожиданно, скажем, для меня. Везде кровь, кровать точат. Я думал, от соперника кровь идет. И смотрю, начало лицо заливать. Видать, когда я добивал, снизу он с локтя, с третьего где-то, видать, не заметил этот удар. Тебя сейчас зашивали или пока просто как-то сделали быстро косметически, потом сказали, нужно к врачу съездить? Нет, меня обработали сейчас. Поедем в травмпункт. Там уже доктор скажет, что как. Как вообще ощущения по возвращению? Конечно, желание очень большое сейчас. Не будем заглядывать наперед. Но я думаю, у меня есть все шансы для титула. Сейчас организация новая, EFC. Довольно известная. Будем наводить шороху. Я вижу, что ты из команды Орлан ММА, правильно? Да, Орлан ММА. Ребята рассказали, что ты чемпион мира по любителям. И у тебя очень большой вообще бэкграунд в любительском ММА. Расскажи о нем тоже. Да, в 2017 году на чемпионате мира по любительскому ММА я стал первым. Сейчас уже нельзя правильно, выступая профессионально, драться по любителям? Нет, я сейчас окончательно перешел в профессионалы. Есть пояс по любителям. Теперь у меня цель по профи завоевать пояс. Ты рассматриваешь только сейчас EFC, потому что Хабиб на пресс-конференции рассказал о том, что будет заключать с бойцами уже какие-то долгосрочные контракты, которых в GFC не было. Да, мы сейчас с командой Орлан ММА, с моей командой обсудим все варианты. Ну, я думаю, мы останемся в этой лиге и будем дальше газовать. И расскажи еще, есть кто-то еще интересный на примете, если это не чемпионский бой, какие-то имена в EFC? Ну, или вообще в российском ММА, ребята, которые свободны от контракта? Ну, я, повторюсь, довольно-таки долго не выступал, почти два года. Я сейчас вернулся, выиграл бой. Не буду никого вызывать на бой, кого дадут. Организация, мы с моей командой все обсудим и примем любой вызов. Санжар, поздравляю, реально крутой бой. Друзья, подписаны Санжара, он появится внизу экрана, его инстаграм появится внизу экрана, подписаны на инстаграм Вестника ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну, а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео. Субтитры сделал DimaTorzok